здравствуйте друзья вы частенько спрашиваете бывают ли у меня неудачи конечно же бывают ведь избежать их можно только лежа на диване и сегодня я покажу вам пожалуй мой самый провальный проект который по количеству косяков на единицу времени побил все рекорды но любую ошибку можно исправить и неудачей можно считать только работу не доведенную до конца мой друг при реконструкции старого дубового дома после военной постройки выдрала стены огромную дубовую плаху и привез мне ее в подарок ней подгнившая сердцевина куча трещин гвоздей и свелеватая текстура материал мягко говоря хламовой и годится только на дрова но уж очень мне понравилась седая поверхность и размер плахи поэтому я твердо решил сделать из нее деревянную раковину гвозди намертво приржавели и при попытке их выдернуть они просто оборвались я не стал долго мучиться и просто позагибал их плохо зальется эпоксидкой а загнутые гвозди придадут шарма поверхность пришлось почистить от глины латунной щеткой делал я это очень аккуратно чтобы сильно не повредить седину доска по ширине немного сходится на клин и первым делом нужно привести ее более-менее прямоугольной форме линия реза проходит как раз по гвоздям и я не рискнул использовать погружную пилу для этих целей у меня есть самодельная шина из двух полос ламината и и достаточно закрепить парой саморезов в том месте где будет выемка по этой шине я пилю ручной дисковой пилой эволюшн которая не боится гвоздей в одном месте раздался тот самый звук дзынь и вылетела искра если бы я пилил погружной пилой то диск пришлось вынести в заточку нижняя часть доски без гвоздей и ее можно допилить на ленточной пиле резы от дисковой и ленточной пилы естественно немного не совпали и здесь не обошлось без ручного рубанка для таких целей я частенько применяю рубанок крафтул по крайней мере его не жалко там где будет выемка гвозди нужно обязательно удалить и здесь вход идет до лото должен признаться в некоторых местах пришлось изрядно помучиться гнезда под шипы на лицевой части мне нужно сохранить сюда я решил вставить куски пенопласта и чтобы их легче было извлекать обернул пенопласт скотчем после пореечки укоротил вставки канцелярским ножом они должны доходить до лесовой части опалубки по форме будущей выемки я вырезал кусок пенофола задумка состояла в том чтобы заливать доску вверх ногами доска будет лежать на этом овале и не будет касаться дна пенофол задаст толщину верхнего слоя в 5 миллиметров и сэкономит мне около 100 граммов эпоксидной смолы для опалубки я заготовил четыре полосы упаковочной фанеры и несколько рейк сечением 20 на 20 миллиметров из них нужно заранее склеить заготовки для опалубки которая будет чем-то похоже на посылочный ящик к изготовлению опалубки нужно подойти со всей серьезностью если останется малейшая щель то эпоксидка убежит для экономии смолы все ненужные участки я залил монтажной пеной а вот косяк номер один когда я крепил импровизированную направляющую шину в меня оборвался саморез его пришлось извлекать старым надежным проверенным способом который я не раз показывал высверлить при помощи трубки от телескопической антенны на всякий случай ссылку я приведу в описании к видео для легкого отделения эпоксидной смолы от опалубки обычно применяется специальная пленка но ее можно заменить обычным скотчем доску пришлось положить на основу из лдсп и вокруг нее собирать опалубку и естественно все углы нужно проклеить пока все лежит на месте так как нужно я сразу разметил углы по этой разметке я буду приклеивать уплотнительную ленту смола очень хорошо прилипает к лдсп и поверхность также нужно заклеить скотчем уплотнительный мягкий д профиль клеится без разрыва а замыкается контур с перехлёстом опалубка закрепится на основу при помощи саморезов отверстий нужно много потому что уплотняющий профиль хоть и мягкий но на такой длине он сопротивляется очень сильно чем больше отверстий тем лучше будет распределена нагрузка и рейку от опалубки не оторвет ну и отверстия нужно сверлить как можно ближе к стенкам опалубки саморезы нужно закручивать очень аккуратно постепенно проходя по периметру несколько раз если сразу полностью закрутить один из саморезов вся нагрузка придется на него и рейку неизбежно оторвет от фанеры вроде бы все готово здесь возникла очередная сложность дубовая плаха очень большая и весит килограммов 15 аккуратно опустить ее в тесную опалубку просто нереально но выход из этой ситуации очень прост из упаковочной полиамидной ленты я сделал две импровизированные ручки вот теперь совсем другое дело остается только слегка подровнять опалубку ее лицевую сторону немного выгнула я решил исправить это притянув борт промежуточной рейки самое время готовить смолу к заливке чтобы под доской не образовались пузыри воздуха и я наклонил опалубку ну а дальше все стандартно для замешивания смолы нужны две емкости их лучше сразу пронумеровать а чтобы цифры не стирались их можно заклеить скотчем о том почему нужны обязательно две емкости я подробно рассказывал в мастер-классе по изготовлению стола из слэба мореного дуба поэтому сейчас на этом останавливаться не буду ссылка на мастер-класс будет в описании заливать я начал естественно с самого нижнего угла и лил до тех пор пока смола полностью не заполнила пространство под доской две емкости для замешивания позволили добиться непрерывного процесса после домешивания в емкости номер 2 смоле нужно обязательно дать отдохнуть где-то минут 15-20 за это время из нее выходят все пузыри воздуха а пока смола отдыхает можно замешивать следующую порцию в емкости номер 1 процесс близится к завершению и вроде бы плохо притянуто к опалубке саморезами но в какой-то момент мне показалось что доска начинает всплывать и вот здесь я принял очень необдуманное решение раз доска всплывает ее нужно немного притопить то есть прижать сверху и сделал я это от души через рычаг до доска действительно немного присела и только в этот момент я вдруг понял ведь когда я надавливал я мог выдавить пузыри воздуха из-под пенофола да что там мог конечно же я его выдавил 5 килограммов смолы хватило что называется впритык и на последующую усадку смолы просто не осталось чтобы выиграть еще немного эпоксидки все ненужные участки я забил пенопластом вот теперь смолы хватает работа закончена и можно с чистой совестью ложиться спать но не тут то было через пару часов я пришел посмотреть как поживает моя заливка и тут я обнаружил что куски пенопласта начинают всплывать их пришлось дополнительно притапливать прикручивая саморезами для меня было полной неожиданностью что эпоксидка а точнее отвердитель разъедает пенопласт раньше такого не было сначала я думал что это происходит из-за нагрева эпоксидной смолы но проверка тепловизором показала что критического нагрева нет то есть растворение пенопласта химическая через неделю я снял опалубку и моему ужасу не было предела как я и предполагал из-под пенофола вылезли большие пузыри воздуха но это еще пол беды их можно легко устранить а в ужас меня привели сотни тысяч мельчайших пузырьков воздуха которые вылезли из микропор древесины я надеялся что смола вдавит воздух внутрь древесины но смола и воздух решили иначе доска выглядела как будто покрыта инеем нет в этом конечно тоже есть своя прелесть но за этим инеем не видно древесины мы с женой долго спорили как поступать дальше она сказала что ей нравятся пузырьки воздуха пусть так и остается но я думаю что это только для того чтобы меня немного успокоить для меня же это был epic fail но мелкие пузырьки воздуха это еще пол беды растворенный пенопласт превратился в мутную белую жижу которая распределилась по объему эпоксидки так хотелось сохранить грубую текстуру древесины и чтобы ее было видно через поверхность эпоксидной смолы и честно говоря у меня просто опустились руки естественно первая мысль была отнести эту доску на мусорку но нести было далеко а доска тяжелая поэтому я забросил ее примерно месяца на два немного успокоившись я подумал раз уж изделие испорчено то можно портить его до конца и принялся обдирать эпоксидку ленточная шлифмашина имеет очень высокую производительность грубая наждачка очень быстро обдирает поверхность но смола быстро нагревается и перестает шлифоваться работа идет слишком медленно горелка оказалась более интересным вариантом смола размягчается и счищается даже металлической щеткой но буквально через 10 минут мастерской заканчивается кислород то есть работать невозможно идеальным оказался обычный строительный фен размягченная смола очень легко счищается шпателем или срезается стамеской хотя формулировка легко здесь наверное не совсем подходит из залитых 5 килограммов эпоксидки мне пришлось чистить около четырех с половиной и ушло на эту работу примерно четыре дня остатки смолы пришлось счищать металлической щеткой в некоторых местах та самая красивая седина была безвозвратно утрачена но у меня есть козырный туз в рукаве и он позволил мне восстановить первозданный внешний вид об этом я обязательно расскажу чуть чуть позже однако хватит о грустном пора бы уже заняться делом выгрызти такой большой объем дуба задача не из легких здесь бы прекрасно подошла насадка на болгарку манпа но она есть не у всех и поэтому я покажу рабочий крестьянский способ это классика жанра дрель или шуруповерт со сверлом форстнера сверло у меня инкоровская с твердосплавными напайками диаметр 30 миллиметров правда заводская заточка так себе сверло пришлось дополнительно заточить и сделать носик более острым сверлить можно перекрышку а наклоном сверла сразу задавать нужную поверхность даже фестуловскому шуруповерту было тяжеловато и он мгновенно сжирал аккумуляторы поэтому дальше вход пошла дрель и сверло поменьше диаметром но и дрели хватало максимум на 20 минут работы попытка высверливать древесину дорожками и выкалывать оставшиеся участки тоже не принесла успеха стамеска плохо справлялась со старым свелеватым дубом еще я пробовал выкалывать древесину при помощи монтировки и в очередной раз намучился а у монтировки даже немного согнулась лапа в общем победить материал мне удалось только упорством и лексикой сверло форстнера вообще отличный вариант постепенно досверливая отдельные участки можно выгнать идеальную поверхность нужно только учитывать что центровочный носик делает глубокую дыру а укорачивать его нельзя иначе сверло перестанет удерживаться на поверхности как только предварительная выемка готова дальше начинается творческая работа материал нужно высверливать слой за слоем нужно только правильно выбирать наклон и глубину сверления но еще нужно не увлечься и не просверлить раковину насквозь периодически на поверхности клал рейку и замерял глубину окончательную форму лучше всего вывести обдирочным диском это рашпильный диск кузал который я покупал в магазине рубанков и болгарку я буду применять необычную это уши м промышленного класса недавно я делал на нее обзор и ссылка будет в описании максимальные обороты болгарки 8500 оборотов в минуту на такой частоте вращения дерево обрабатывается быстро но при этом не горит и это гораздо лучше чем работа обычной болгаркой на пониженных оборотах с уменьшением оборотов при помощи регулятора на обычных болгарках ухудшается вентиляция а нагрузка на двигатель возрастает и болгарка практически мгновенно перегревается зумер же лишен этого недостатка болгарка в тандеме с обдирочным диском дают просто колоссальную производительность да вы и сами видите что достаточно нескольких движений для того чтобы выровнять поверхность правда пыли в процессе работы образуется просто тонны в качестве пыли уловителя пришлось использовать картонную коробку в ней я сделал отверстие в которое вставил шланг стружка отсоса в обсуждениях к обзору на уши и многие спрашивали меня зачем я показываю болгарку которая есть только у меня и у потомков майкла джексона друзья мои вам же никто не запрещает тоже обзавестись такой уши м а я лишь познакомил вас с отличным инструментом и показал его возможности наконец-то я добился предварительной формы но выглаживать поверхность еще рано сначала нужно заново залить будущую раковину эпоксидкой но перед этим нужно восстановить еще первозданную седину которую я испортил когда счищал смолу с этого пожалуй мы начнем следующую часть видео а сегодняшний ролик подходит к концу не забывайте ставить оценки заглядывать в описании и делиться этим видео с друзьями ведь репост это лучшая благодарность на этом на сегодня все всем удачи всем пока и и и и и и